Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Цель проведения учредительной конференции и создания этого движения заключается в том, что реально создать не временную, а постоянно действующую площадку, где люди могли бы высказывать свои мнения, пожелания в решении тех или иных вопросов. С уставом, манифестом и декларацией Общероссийского общественного движения сегодня ознакомились хакасские партийцы, представители организаций, объединений и профсоюзные активисты. После этого единогласно одобрили создание регионального отделения фронта. И, кроме того, на пять лет избрали штаб. Но, пожалуй, самое важное возглавит хакасское отделение Народного фронта три человека. Список сопредседателей уже утвержден. Это Серж Адамян, Александр Профатилов и Людмила Растощенова. Добавим, что уже в декабре в рамках форума Народного фронта в Москве Хакассия представит свои темы для обсуждения. Повестку еще предстоит сформировать, но уже известны некоторые проблемные темы. Вопросы поднимали и по старшему поколению. У нас труженики тыла сегодня военных лет, у которых есть удостоверение участников войны. И статья 20, которая приравнивает их к участникам войны, она практически не работает. Не работает. И мы предлагаем, чтобы эту статью 20 вообще из закладательства убрать и применить статью ту, которой пользуются участники войны. Мы одни из инициаторов этой проблемы. Это проблемы лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания. У нас сегодня льготная категория граждан, допустим, федеральные льготники, недополучают 50% лекарств. Не потому, что, как бы сказать, в рецептах их нет. Их нет сегодня в наличии просто в регионе. Более того, представители Хакасского отделения фронта намерены поднять проблему кадрового оснащения в медицине. Наталья Громашова, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. В Саиногорске произошел несчастный случай. Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала семилетняя девочка. Ребенок был у бабушки в гостях вместе с сестрой и братом. Когда женщина находилась в ванной, а дети играли в комнате, она подошла к окну, как потом объяснил брат, открыла его и прыгнула вниз. С тяжелыми травмами малышку доставили в реанимацию. Одна из заброшенных строек в Черногорске грозит стать его очередной антидостопримечательностью. У недостроя практически в центре города образовалась свалка. По словам горожан, злачное место популярно у лиц подозрительной наружности. А вот властям до этого вроде как и дела нет. Стройка частная. Мнение сторон узнал Константин Кравцов. Накануне в дежурную часть Абакана поступило сообщение о скандале в одном из домов по улице Маршала Жукова. Зайдя в квартиру, где проходил скандал, полицейские почувствовали неладное. В квартире подозрительно пахло растворителем. При разбирательстве было обнаружено и изъято 106 граммов марихуаны, принадлежавших главе семейства 86-го года рождения. Содеянным он признался, в отношении его возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. С необычным делом пришлось столкнуться полицейским Абакана. К ним обратилась женщина с заявлением об краже собаки. Шарпея похитили возле аптеки, куда она зашла буквально на пару минут. А когда вышла, собаки уже не было. При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что похитил собаку безработный мужчина, который проживает рядом с аптекой. Животно он продал, чтобы купить алкоголь. Вскоре сотрудники изъяли собаку у одного из продавцов животных на рынке. Любимый питомец возвращен владелица. Близится 1 ноября срок уплаты имущественных налогов. Что делать, если в пришедшем вам уведомление из налоговой неверные сведения? И куда обращаться, если оно и вовсе не пришло? Ответ на эти и другие вопросы, касающиеся срока и порядка уплаты налогов, за прошлый год вы узнаете из нашей рубрики интервью. Не пропустите. А я пока с вами прощаюсь. Увидимся на канале Россия 24. Субтитры создавал DimaTorzok